В Москве вручили премию телеканалу Хабаровск. Первое место во всероссийском конкурсе «Большая перемена» одержала работа наших коллег. Она посвящена самым смелым прогнозам эволюции школьного и студенческого образования. Перед награждением организаторы провели дискуссию. На ней обсуждали плюсы и минусы прихода цифровизации в учебные заведения. А еще устроили масштабную презентацию самых современных педагогических методик, в том числе и международных. Из Москвы репортаж Антона Примачева. Цитата жюри отличный, умный, смешной, свежий материал по делу. Исключительно глубокая мысль в качестве вывода в конце. Это работа в уровне BBC. Комплименты телеканалу Хабаров звучат от организаторов всероссийского конкурса «Большая перемена». В номинации «Лучшие видеоработы» жюри признала именно репортаж нашей редакции сильнейшей. Я думаю, что в школе будущего будет всего один класс, там будут сидеть все дети. У каждого ребенка будет вместо учителя компьютер. Робот-уборщик, пылесос, ну можно учителя по географии, наверное, или почему-то еще, а лучше по математике. В конкурсе участвовали авторы из более чем 50 городов России. Оценивали работы 20 экспертов. Алексей, что для вас было важно увидеть в материалах? Что вы ценили? Мне важно было посмотреть на актуальность работы. Дело в том, что я являюсь главным редактором издательства, который выпускает учебники английского языка. Но там, где занимаешься английским, там приходится знать и остальные проблемы школы. Мне в вашем материале понравился охват. Во-первых, очень широко представлена проблема, причем она представлена не просто широко. У вас материал довольно длинный по времени, он был одним из самых длинных из представленных видеороликов. И он оказался очень достойным по глубине охвата. Репортаж был своеобразным исследованием. Цель – показать, что образование сегодня переживает технологическую революцию. Существую экспертным мнением на вопрос, к чему это приведет, делились руководители школ, ректоры университетов. Особое внимание было уделено точке зрения министра просвещения России Ольге Васильевой. Мы за 20 лет научились, разучились наших детей, сами разучили наших детей писать то сочинение, которое называется «Сочинение». 387 слов, прошу прощения. Организаторы конкурса убеждены, цифровизации учителям бояться не стоит. Ее в эти дни можно было буквально пощупать руками. Параллельно с конкурсом проводился форум «Город образования». В двух огромных павильонах ВДНХ развернули выставку самых передовых педагогических разработок. Форум международный и это площадка Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь представлены 7 вузов, в основном технического направления, но есть и гуманитарные. Возглавлял делегацию министр внутренних дел Арабских Эмиратов. Официальное интервью согласовать не удалось, но гости четко дали понять, что несмотря на свою консервативную ментальность, в образовании они за самые передовые технологии. Россия, кстати, в этом направлении тоже стремительно развивается. Нажимаем «Окей». И теперь у нас есть полностью готовая бутылочка, которую можно напечатать, в которой можно что-то даже налить. Во время форума проводились мастер-классы для школьников и учителей. К примеру, эти очки виртуальной реальности предназначены для совершенствования навыков публичного выступления у педагогов. Система подскажет, какое количество грубых или грубых слов, или какое количество слов-паразитов вы сказали во время презентации в виртуальном пространстве. Есть также оборудование, которое способно сканировать мозговую активность у детей. Это помогает изучать способность у ребенка сосредоточиться и подобрать правильную методику для повышения мотивации. Когда я чем-то думала, машина едет быстрее, когда я чем-то думала, она остановилась. В московских школах активно применяются игровые методики, в том числе киберспорт. Детей таким образом заинтересовывают процессом написания программного обеспечения. Открыты также мастер-классы современного преподавания трудов, химии, физики, биологии. Подобные мероприятия, посвященные цифровизации в школах, теперь будут проводиться все чаще, на разных уровнях. Тема становится все актуальнее. При этом специалисты уверены, современные технологии в руках педагогов всего лишь инструмент. По-прежнему главным останется авторитет учителя. Антон Примачев, Антон Гагин, Москва, Смотри Хабаровск.